По литру выборов представили в Центральной библиотеке имени Алексея Пичкова. Творческий конкурс среди молодежи проводит избирательная комиссия Неницкого округа совместно со специалистами библиотеки во второй раз. С победителями познакомилась Алена Валей. Блокаты, рисунки, фотографии и видеоролики. Всего 18 работ. По большей части рисунки. В номинации «Видеосюжет» только два участника – Алена Басманова из Харуты и Людмила Тилкова из поселка Красное. Обе они получили призы. Вместе с этим мы разрабатывали этот фильм, они мне подсказывали. Плюс потолкнули фотографии. Ну и вся обстановка, которая была вокруг нас. Участников конкурса жюри разделило на две группы. В первой свои творческие проекты представляли будущие избиратели. Те, кому еще нет 18 лет. И те, кто уже обрел право голоса – молодежь до 35 лет. Ксения Бочкина из Харивера во второй раз становится победительницей конкурса. Жюри снова посчитал ее плакат лучшим. Передайте, пожалуйста, Ксения Витальевна, огромные слова благодарности. И ждем ее в третий год, если она будет участвовать уже лично. Приехать на церемонию награждения многие участники конкурса не смогли. Слишком долгая и сложная дорога из населенных пунктов в столицу округа. А ведь именно деревенские жители – самые активные участники мероприятия. У нас участвуют дети в рисунках. В номинации рисунки присылается очень много. В данный момент, вот сегодня, в этот раз на конкурсе, мы отобрали те рисунки, которые и тематика более подходила под тему выборов, и есть какие-то слоганы были отражены. Победители палитры выборов 2013 только получили заслуженные награды. А избирательная комиссия уже объявила новый конкурс на тему выборов. На этот раз для руководителей клубов молодого избирателя. Эти объединения действуют при окружных школах. Жюри ждет работы участников до 20 декабря. Буквально сразу же подведут итоги и назовут победителей.